Привет, красотки! За окном январь, зима, но мне почему-то сегодня очень захотелось привнести на канал чуть-чуть весны и надеть вот эту вот яркую персиковую неоновую кофту. И благодаря этой кофте меня также посетило вдохновение и я решила наконец-то снять видео, которое я очень давно вам всем обещаю. И называется это видео «Как найти свой стиль». Первый совет состоит в том, чтобы найти какого-то человека, стиль которого вам уже нравится и стиль которого я вам рекомендую постараться чуть-чуть копировать. Этот совет будет очень сильно противоречить всем последующим, но дослушайте до конца, он имеет смысл. Девчонки, если вы только начинаете создавать свой образ, если вы вообще не знаете, какой у вас стиль, что именно вам идет, что не идет, что вам нравится, что не нравится, очень сложно на этом этапе самому создавать полностью образы из ничего. Любимая актриса, певица, герой из фильма, кто угодно. Все, что вас вдохновляет, работает. Потом вы, естественно, перерастете это, то есть вы не будете всю жизнь копировать чужие образы. Со временем вы начнете осознавать, что именно вам лично нравится, вы начнете переделывать эти образы, включать какие-то другие элементы в них, удалять какие-то элементы, которые вам лично не нравятся и так далее. Но начать, как мне кажется, гораздо легче с того, что уже существует, нежели с того, что вы пытаетесь создать в своей голове. Потому что, если у вас нет опыта, с нуля создать что-то гармоничное, мне кажется, фактически невозможно. Если вы вообще не знаете, какой стиль вам нравится, если вы вообще не понимаете, куда вам стоит двигаться, что именно вас вдохновляет и так далее, я очень советую начать с того, чтобы собрать базовый гардероб. Существуют те вещи, которые подходят, в принципе, кому угодно, и которые можно сделать более праздничными или более повседневными, добавляя в эти образы или убирая из образа украшения. Например, если вы будете сочетать классические черные брюки, белую рубашку и какое-то мощное украшение, яркую помаду, то такой образ, соответственно, будет более праздничным. Если вы то же самое будете сочетать со сдержанным макияжем и какими-нибудь неброскими украшениями, то такой образ замечательно подойдет для офисного дня. Я надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду. Такого плановещия, как я уже и сказала, белая хлопковая рубашка, черные брюки, обычные джинсы, синий монотонный без блесток и без всего подобного, черный пиджак, естественно, мюдовая блузка, ну что-то такое, что можно дополнить, то есть что-то, что можно включить в максимальное количество разных образов. Я лично обожаю такого плановещия и именно такими вещами я пытаюсь заполнять свой гардероб. В моем гардеробе, мне кажется, 80% базовых вещей. Остальные 20% это довольно-таки броские, акцентные вещи, но основная часть это как раз базовые рубашки, блузки, брюки. Да, я люблю брюки с принтами, но большинство брюк монотонные и их, опять же, можно включить в огромное количество разных образов. У меня есть красные брюки, к примеру, которые можно включить в такой парадно-выходной, сексуальный образ. Их я очень часто также ношу с разодранными и проклепанными футболками. Эти же брюки я ношу с бежевыми блузками и встраиваю их в довольно-таки сдержанные классические образы. Следующий совет связан с первым, и, по сути, он вытекает из первого. К примеру, вы нашли певицу, актрису, героя из фильма, который вам нравится, начали перенимать какие-то образы, примерять их на себя, добавлять что-то новое и так далее. Для того, чтобы поддерживать ваше вдохновение, я вам очень рекомендую добавлять вот в эти образы какие-то элементы из других фильмов, не знаю, книг. Главный смысл состоит в том, чтобы дополнять свои образы теми элементами, которые вас лично вдохновляют. И со временем вы все образы будете делать собственными, то есть теми, которые отражают именно вашу индивидуальность, которые собраны из тех элементов, которые вас лично радуют, и эти образы на все 100% вы уже сможете назвать частью своего собственного стиля. Как я лично заметила, для большинства гораздо проще пробовать те образы и те элементы одежды, которые они видят вокруг, то есть которые носят другие люди и которые являются обыденными. Но именно то, что выходит за зону вашего комфорта, как раз в большинстве случаев и выделяет вас из толпы, то есть это отражает ваш личный стиль. И поэтому, девчонки, не устану повторять, что не отсекайте какие-то вещи и элементы гардероба до того, как вы это попробуете на себе. Следующий совет, опять же, является другой стороной предыдущего, но суть его состоит в том, чтобы не ограничивать себя одним и тем же стилем, который, по вашему мнению, является самым подходящим для вас. Допустим, вы поняли, что классический стиль вам подходит, он вам нравится, вы себя в нем чувствуете комфортно, вы себя чувствуете сексуальной, вы вообще не смотрите на вещи, которые, по вашему мнению, не вписываются в ваш стиль. Результатом этого может стать то, что вы будете заполнять свой гардероб идентичными вещами и носить, в принципе, одно и то же в разных цветовых сочетаниях. Естественно, ничего плохого в этом нет, если вам это нравится, то носите с удовольствием и так далее. Но, девчонки, мне кажется, гораздо интереснее, когда вы носите те вещи, которые на все 100% являются отражением вас. И по этой причине я вам очень рекомендую смешивать элементы разных стилей в одежде. Девчонки, если вы уже попробовали достаточное количество образов на себе и уже знаете примерно, что именно вам нравится и что не нравится, вот на этом этапе я очень вам советую перестать копировать образы других людей и только вдохновляться ими. То есть, если вам, например, понравился какой-то пастельный образ какого-то человека в Инстаграм, не пытайтесь купить те же самые вещи и носить их, возьмите, не знаю, цветовую гамму и попытайтесь создать что-то собственное, что-то новое в той же самой гамме. Или, например, купите какой-то элемент из этого фото, например, купите брюки и создайте с ними совершенно новый образ, который не похож на тот, который вас оригинально вдохновил. Я надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду. На каком-то этапе вам нужно просто перестать копировать и начать создавать свое. То есть, создавать то, что отражает именно вас. Потому что мы здесь пытаемся создать свой собственный стиль и если вы будете всю свою жизнь копировать что-то у кого-то, то это явно очень сложно назвать вашим собственным. Еще, кстати, девчонке, очень важно это не судить себя слишком строго. Вот это очень важно. Я даже, наверное, назвала бы это одним из самых главных и важных советов в этом видео. Если вы только начинаете создавать свой стиль, то, естественно, у вас мало опыта и вы будете делать просто тону ошибок. Это нормально. И не стоит себя судить слишком строго за них и не стоит от себя ждать идеала. То есть, не стоит сразу ожидать от себя то, что вы будете создавать такие же образы, как люди, которые, не знаю, являются стилистами и занимаются этим 10 лет подряд. Естественно, будут те образы, которые, точнее, на которые вы потом посмотрите, подумаете, и так далее. Но это не значит, что не нужно экспериментировать и что не нужно делать какие-то рискованные шаги. Просто смиритесь с мыслью о том, что вы не идеальны, что вы будете делать ошибки и что это нормально. И последний совет состоит в том, чтобы вести дневник своих ощущений и образов. Дневник не в прямом смысле слова, то есть я не рекомендую вам это записывать, естественно, вы можете записывать, если вам это хочется делать и вам это удобно. Но я очень рекомендую вам фотографировать свои образы и вести альбом. То есть вести закрытый альбом, возможно, если вы не хотите людям это показывать. Создайте альбом, например, у себя на компьютере, не обязательно это делать в какой-то социальной сети. Просто создайте папочку на своем компьютере, в которую вы будете скидывать фотографии своих образов. И потом, по прошествии времени, вам гораздо легче будет оценить, то, какие образы были самыми успешными. И вообще, в целом, мне кажется, очень интересно потом будет глянуть на эти фотографии и просто посмотреть на то, как вы выглядели несколько лет назад. И, девчонки, теперь, как я обещала, давайте я, наверное, вкратце расскажу вам о том, как я пришла к своему стилю и через какие периоды я прошла, прежде чем я стала выглядеть так, как я выгляжу сейчас. В школе стиль у меня был довольно-таки странный. Странно это мягко сказано. Я вообще не боялась носить те вещи, которые другие считали абсолютно ненормальными. Ну, то, чтобы ненормальными, я никогда не ходила, не знаю, в сетки на голое тело по улице. Но я носила те вещи, которые обычно другие девушки обходили стороной. В школе я постоянно носила гриндерсы, камелоты и тому подобную обувь. Наверное, кроме этой обуви, я носила туфли на 1 сентября и всё. То есть, по большей части, я была диким фанатом камелотов. Я их обожаю до сих пор, но в моей коллекции теперь и другая обувь присутствует. Я до сих пор помню, что я обожала носить вельветовые, плотные, темно-зелёные штаны с ярко-жёлтыми потертостями. И у меня также, кстати, были ярко-жёлтые камелоты, по-моему. Потом у меня была ярко-жёлтая кофта, вот с таким вот горлом, на которой были нашиты какие-то меховые такие части, не знаю, как это описать. И вот в таком виде, собственно говоря, я и путешествовала по школе. Я очень часто носила всякие странные украшения, которые я делала сама. И по большей части, наверное, я носила те украшения, которые напоминали мне о моих любимых фильмах, любимых группах и так далее. Также в школе я начала любить милитари. И, кстати, до сих пор у меня есть юбка, которую я носила в школе. Её у меня мама сейчас чуть-чуть ушила, я её ношу с большим удовольствием. Она вельветовая, темно-зелёная, и она такими крупными квадратами. И, кстати, наверное, в школе ещё с 7 класса у меня появилась тяга к некой андрогинности. То есть я любила носить те вещи, которые не выглядят чётко женственными. И они также не выглядели чётко мужественными, они были просто такими универсальными. Они были унисексом. Потом, когда я поступила в институт, меня почему-то очень сильно потянуло на женственность. И на женственность такую классическую офисную. В институте я постоянно носила юбки, карандаши, блузки, делала высокие прически. По окончании института мой стиль поменялся, он остался женственным, но всё равно он был гораздо более трендовым, что ли. Я носила огромное количество неоновых блузок и сочетала их чаще всего с широкими, короткими юбками. Фотография похожего образа у меня точно есть. Я сейчас её вставлю в это видео где-нибудь вот здесь. И, наверное, я вставлю все те фотографии, которые я найду с того периода, потому что я точно знаю, что они у меня есть. Они у меня есть в ВКонтакте. Я их скопирую, сюда вставлю. В то время, мне кажется, я выглядела максимально женственно, и тогда именно этот образ, именно этот стиль меня вдохновлял больше всего. Я начала тогда смотреть YouTube активно, и на тот момент неоновые вещи, наверное, были на пике своей популярности. И, кстати, большинство вот этих неоновых вещей у меня до сих пор есть в гардеробе. Ношу их не так часто, сочетаю по-другому, но всё равно, в принципе, люблю. И, кстати, вот эта вот кофта тоже с того же самого периода. И сейчас, наверное, как вы уже заметили, стиль мой явно не совсем уж женственный. То есть я часто ношу женственные вещи, да, но они не такие девичьи в большинстве случаев. То есть они более женственные, взрослые, более сексуальные. И мне нравятся платья, у которых другое настроение, чем у тех платьев, которые я носила в тот период, когда мне нравились неоновые блузки. Опять же, сейчас вставлю фотографию того платья, которое мне нравилось в тот период, и которое я носила постоянно. Оно есть у меня до сих пор в коллекции, и я его сейчас не ношу вообще. Те платья, которые я ношу сейчас, в основном тёмного оттенка, они облегающие, более готические. Я люблю платья с вырезами, я люблю платья, в которые можно вставить широкий латексный пояс или что-то подобное. И также я очень часто ношу андрогинные вещи. То есть я люблю покупать вещи в мужском отделе, очень часто ношу рубахи и блузки, которые я сейчас ношу. Я также иногда сочетаю с женскими образами, с женственными образами, но в них я добавляю более брутальные элементы, то есть какие-то массивные очки, делаю более такую унисекс-прическу и тому подобные вещи. В общем, я пытаюсь донести до вас ту мысль, что да, возможно, я ношу иногда те же вещи, которые я носила 5 лет назад, но стилизую и комбинирую я их совершенно по-другому. Именно поэтому я вам и говорю, что стиль, который вы найдёте, возможно, через 5 лет, поменяется и станет немножко другим. Спасибо огромное за просмотр, всем отличного настроения, улыбайтесь чаще и до скорых встреч. Пока!